Смотрите, что ко мне приехало. Это посылка с продуктами для ногтей от марки Neonel. У меня частенько спрашивают, чем я пользуюсь, какими базами, топами покрытиями. Я использую всегда Neonel. Один раз попробовала, мне очень понравились эти продукты, поэтому и дальше покупаю. Коробочку я открыла, но не разворачивала сам этот пакетик. Я даже забыла, что заказывала. Вот Neonel. Смотрите, какие наклеечки положили. В первый раз, когда я заказ делала, таких наклеек не было. Надо будет приспособить куда-нибудь. Прелесть. И давайте пакетики немножко пошуршим. Это самое приятное, да? Заказала я четыре продукта. Включаю два и ручку по две ничьи. Так что она не успеет. Это, кстати, новинка. Базовое покрытие. Ну, кажется, я заказала два базовых и два топовых покрытия. Если не ошибаюсь. Немного вас приблизило, чтобы вы лучше могли видеть продукты. И первое, как уже говорила, это новинка у Neonel. Baby Boomer Nude Base. Решила попробовать, что это такое. И также мне нравится маникюр Baby Boomer. Поэтому вот, буду пробовать. В принципе, как обычную пасту тоже буду использовать, конечно же. Это не означает, что я только Baby Boomer с этим цветом буду делать. Обязательно здесь картиночку вставлю, что такое Baby Boomer. О, какой нежный оттенок. Смотрите. Такая вот кисточка. У них, кстати, коротенькие кисточки, имейте в виду. О, баз. А у топового покрытия длинные кисточки. Вот. Ой, какой нежный оттенок. Единственное, в первое время очень тяжело закрывать, так как, когда вы кисточку назад пытаетесь вставить, продукт начинает вылезать, потому что там очень много продукта. Так, скрыла. Следующая решила, наконец-то, попробовать матовое топовое покрытие. И, конечно же, тоже взяла от Нианы. Давайте посмотрим. Конечно, они там чем-то не отличаются. Вот видите, кисточка здесь уже длинная у топового покрытия. По густоте интересно как. В принципе, как и у топового покрытия, которое я раньше покупала. Вам вообще было видно, надеюсь? Сейчас покажу. Давай. Вот. Не слишком жирная, не слишком текучая. Я для себя поняла, что мне как раз-таки средняя густота очень даже подходит для сочтания универа. Следующее, что я купила. Топовое покрытие Hard Top называется. Я не знаю, чем отличие предыдущего топового покрытия, которое у меня на данный момент в использовании. И это. Посмотрим. Текстура. О, здесь, мне кажется, чуть-чуть погуще. Чуть-чуть погуще, чем матовое такое покрытие. Так. И последнее, это базовое покрытие, но мне кажется, они мне абсолютно неправильно положили. У меня такое ощущение, что я купила себе снова с протеином, но в другом оттенке. Или решила попробовать вот этот. Говорю, уже не помню, что заказывала. Надо будет посмотреть мой заказ. Мне кажется, нет. Почему-то у меня в голове стоит, что я снова заказала с протеином базу, но другого оттенка. Не тот, который у меня сейчас, а другого цвета. Так, ну ладно, давайте я открою покажу. Мне, кстати, полюбились именно камуфляжные базы. Я, конечно, еще не пробовала прозрачные базы, но вот камуфляжные базы и так удобно. Можно, во-первых, как базу использовать, и можно как просто такой вот красивый нюдовый лак. Видите? Фу, пахнет, конечно. Муж ненавидит аромат у этих лаков. Вот такие вот у меня. Теперь базовые топовые покрытия на долгое время хватит. Пойду разбираться, покупала я такую базу или нет. Направляюсь в магазин кауф. Он сейчас, наверное, где-то полседьмого вечера. Хочу кое-что купить перед тем, как магазин закроется, потому что завтра праздник, и завтра он не будет работать. Поэтому решила сходить. И включилась я из-за того, что сказать вам, что на этой неделе не совсем уверена, что будут тематические видео, так как у меня на следующей неделе очень важный экзамен во вторник. Поэтому нужно готовиться. И, конечно же, у меня нет возможности вот так вот подготовиться к какому-то тематическому виду. Я имею в виду сесть перед камерой и про что-то рассказывать или делать макияж. Хотя у меня есть в планах какой-нибудь Get Ready Me сделать. Но посмотрим. На данный момент действительно мне не хочется на это тратить время. Поэтому я вам вот блоговое видео в последнее время только снимаю. Надеюсь, не надоем я вам с этим. И вот сегодня только время нашла для того, чтобы выполнить маникюр. Вот. Сделала френч обычный. Ушла от квадратных ногтей. Теперь снова хочу кругленький. Еще этот маникюр не доделан. Сегодня воспользовалась новой базой. Вот. Такой он красивый оказывается. Прям цвет ногтя получается. Виден из-под него. То есть рисовать сам френч я закончила. Теперь вот думаю нанести матовое топовое покрытие или все-таки глянцевое сделать. Я вот не знаю, как смотрится матовый френч. Ничего себе. Я думала, сейчас поменьше людей будет. И знаете, что у нас вообще творится? У меня уже все начинает бесить. Видимо, опять нет вот этих вот, как они называются, повозок. И в прошлый раз мы помним, с мужем стояли под дождем, повозки ждали. Представляете, вот, допустим, вот от той красной двери, вот от той двери, вот где-то так стояли. Это ужас какой-то. Я не знаю, что творится. И нужно брать не одну повозку, а на каждого одну повозку. Если у вас, допустим, пять человек в семье, что вы с пятью повозками, что ли, внутрь пойдете. Вообще дурдом какой-то творится. И у нас теперь, я так полагаю, хочешь не хочешь, нужно будет сделать вакцинацию. Потому что я так слышала, что законы ведят. Допустим, сейчас мы в парикмахерскую вообще не можем зайти, так как нужно предварительно тест сделать или вакцинацию предъявить, что вы вакцинированы. Короче, я не знаю, что творится. Я так и знала, что от вакцинации невозможно будет избежать, сделают такой закон. Хотя пока закона нет, но если хочешь куда-то выйти, в ресторан, в кафе, то придется обязательно вакцинироваться. Короче, я не знаю, я так не хотела, я так не хотела. Я не знаю. Эта вакцинация даже не проверена ведь нормально. Черт и что. Я, конечно, постараюсь чуть дольше не вакцинироваться, но потом, когда уже придется, что делать. Что делать, как дальше жить. Я не знаю, что будет дальше. Куда мир катится. В Каунфлэнде появилось 100% аргановое масло от марки Dr. Scheller, который, кстати, продается на сайте iHerb. Это натуральная марка. Значит, здесь 100% аргановое масло для лица и для волос. То есть для тела, для лица и для волос, я так понимаю. Ну, для кожи написано и для волос. Вот. Вот таким вот образом, наверное, бутылёк выглядит. Интересно. Стоимость 7 евро 95 центов. Только что закончила съёмки видео. Мне прислали на обзор линзы, и одни из них вы сейчас видите на мне. Что хочу сказать. Хотела поделиться с вами с плохой новостью. Помните, я вам говорила, что заказала тени Colourpop. К сожалению, я их не получу, потому что их задержали на таможне. Ладно бы на таможне задержали, я бы там заплатила немножко там пошлину, да. Но нет. Они вообще хотят сделать какую-то экспертизу. А какую экспертизу можно сделать с тенями? Что они хотят там выковырить мои тени и какие-то эксперименты делать? Или что? Что они хотят вообще? Я такая злая, я такая злая. Настолько это долго уже длится. Где-то, наверное, неделю я пишу им, звоню им. И они никак-никак-никак. Тем более с этой короной нельзя просто так приехать. А если бы я приехала, то бы они сразу мне сказали, что нужно экспертизу какую-то делать. Короче, мне кажется, полный бред и трудом. Я просто злая. Мне кажется, вообще это блоговое видео, где я вся такая нервная. И экспертиза. Ладно бы, если бы экспертиза стоила 10 евро, да. Ну максимум 20. Я бы еще отдала эти деньги, потому что мне действительно хочется попробовать формулу теней Colorpop. Но нет же. Эта экспертиза стоит от 40 до 60 евро. А может быть и больше будет стоить. У меня товар там на 32, ой, на 23 евро максимум. Какие 40-60 евро? Я вообще с луны пока еще не упала, чтобы там платить еще за экспертизу какую-то. И потом мне пользоваться этими тенями, да. Если они там, не знаю, с грязными руками будут трогать мои палетки. Мои рефилы теней. Вот так вот. Вся злая, вся на нервах. Но что поделать. Главное, я сейчас поняла, что я на поможню вообще никуда не поеду. Ничего не буду забирать. Пускай они отправляют назад в Colorpop. Потом свяжусь с Colorpop. Надеюсь, они мне вернут деньги. Я постараюсь объяснить ситуации. Мне посоветовала одна моя зрительница. Большой привет тебе передаю. Но она еще сказала, если вдруг какую-то информацию найдет, что можно сделать, то она мне обязательно напишет, поделится со мной. Так что да. Короче, это неделя. Не неделя, даже, наверное, где-то несколько дней тому назад. Вот вся такая вот на иголочках, можно сказать. Ну ладно. Ну, приятное то, что я получила новые лаки. Сделала себе обычный маникюр. Классика. Вот. Френч маникюр сделала. Давайте на одной руке. Я хотя бы покажу вот так поближе. Очень красиво получилось. Почему-то у меня камера не фокусируется в последнее время. Издалека нужно показывать. Решила круглые ноготки сделать. В принципе, когда я шла в магазин, вам показала ногти. Но там, во-первых, все тряслось, мне кажется. Ну и, во-вторых, там еще не законченный маникюр был. Так как я еще не наносила топовое покрытие. Я попробовала с матовым топовым покрытием. И поняла, что с матовым топовым покрытием френч не очень красиво смотрится. Поэтому я решила оставить глянец. Нанесла глянцевый. Да. Очень красиво, аккуратно, мило, женственно. Да. Это, наверное, все, что я хотела сказать. Не знаю. Влог, мне кажется, такой неинтересный будет. Ну ладно. Что есть, то есть. Я вам сказала, что, наверное, в эти ближайшие дни не найду время для того, чтобы снимать тематические видео. Но мне про линзы уже хотелось рассказать. Потому что уже прошла неделя, как я их получила и протестировала. Мне кажется, неделя. Это каждый день носить линзы в течение 12 минимум часов. Мне кажется, человек может понять, что это такое, да, что это за линзы. И я не люблю оставаться вот так вот в долгу. Вот если мне прислали на обзор, я должна сразу же об этом рассказать. А не так, там пройдет год, да, и я вам расскажу об этих линзах. Да. Вот. Не, конечно же, есть продукция, наверное, которую нужно тестировать дольше. Но линзы в течение недели, там, да, и 12 часов в день минимум. 12 часов в день носки. Мне кажется, этого достаточно, чтобы рассказать о линзах. Просто я видела обзоры у многих американских блогеров, потому что эта компания в основном американским блогерам присылает. Не знаю, как они меня вообще нашли. На русскоязычном YouTube я не видела, чтобы кто-то говорил об этих линзах. И что я вообще хотела сказать-то? Представляете, с головы вылетела. Почему я это вообще начала? Вспомнила. Так вот, они на американском YouTube просто показывают, как линзы выглядят на вас. Даже не тестируя в течение, там, хотя бы двух дней, не знаю, одного дня. И постоянно такие хвалебные отзывы, типа, покупаете крутые, там, линзы, да. Не знаю. Мне кажется, это неправильно. Нужно протестировать. Это, тем более, такой продукт, говорю же, связанный с вашими глазами. И, не дай бог, если они будут некомфортные или, там, что-то ещё, то это нужно, мне кажется, учитывать. А не так, что вот просто вот открыли, надели линзы перед, как бы, камерой, да, и всё. Конечно же, вот, если вы увидели, там, о, как эффектно и красиво смотрится на девушке, вам действительно захочется купить, а вы же не знаете историю носки этих линз. Вот. Надеюсь, вы поняли, что я имею в виду, да? Да? Поэтому, кто ещё не видел обзор на эти линзы, можете пройти, посмотреть и увидеть меня в различных образах. Там и макияжи разные будут, и линзы тоже разные будут. Вот. Четыре пары мне прислали. Направляюсь я в Калфун, чтобы купить огурцы и помидоры, и мне приходится теперь двойную порцию делать, поэтому у нас огурцы с помидорами просто улетают моментально, так как в последнее время муж тоже начал есть огурцы и помидоры. И вообще он, если раньше очень редко ел какие-то фрукты, овощи, то сейчас вижу, потихонечку подтягивается, и смузи тоже пьёт со мной вместе, так как видит результаты изменений, которые во мне происходят. То есть насколько у меня состояние организма изменилось. Как хорошо, я вспомнила, что осталось без чая, поэтому сейчас посмотрим, что куплю себе. Какой-нибудь чай надо приобрести. А вот тоже в пакетиках есть, то есть именно расфасованный, или как он называется. Я уже забыла название. Ну не в пакетиках, а вот это развесной, весовой. Стоит 3 евро 99 центов. Шварцати. Обычный чёрный чай не хочу. Хочу что-нибудь фруктовое. А вот внизу есть, смотрите, какие интересные. Вот отсюда я и выберу что-нибудь сейчас. Турецкие яблоки. Тут видите, не смесь, тут получается в каждой определённый вкус. Здесь яблоки, здесь, допустим, клубника. Хотя, мне кажется, здесь вот смешано всё, да? Ну, может, тут не только клубника, подождите. Да, тут всё, что хочешь есть. Пекара апельсина. Кювиску, спередно. Вот это меня интересует больше, наверное. И по стойности нормально. 2,99 дешевле, чем в ДМ было. А этот крамбри-оранж. Почти похоже. Может, этот всё-таки взять? Потому что тот, мне кажется, будет слишком сладкий. Возьму, наверное, этот, попробую. У меня закончилась клубника замороженная для сладких смузи. Поэтому возьму один пакетик. Я просто делаю различные смузи. И вот с клубникой как раз-таки сладкий смузи. Ну, в принципе, с брокколи тоже у меня более сладкий смузи получается. Но он не такой сладкий-сладкий. Он более такой, знаете, свежеприслащённый. Потому что я туда мёд добавляю. Без мёда, конечно, чуть-чуть похуже он пьётся. Но можно привыкнуть. Так, здесь мне ничего не надо больше. И купить надо миндальное молоко ещё для смузи. Сейчас пойдём купим. Вот взяла миндальное молоко. И теперь мы пойдём к стенду с парфюмами. Потому что если парфюм, который мне очень нравится, есть в наличии, я хочу себе приобрести. Это парфюм, о котором я вам давно-давно рассказывала. Мне его открыла хорватский блогер однажды. Несколько лет тому назад. И вот я уже два флакона закончила. И вот буквально недавно у хорватского блогера снова увидела этот парфюм. Ностальгия такая. И решила посмотреть, продаются ли они сейчас. Только не помню, на каком ряде. Так, вот парфюм. И давайте искать, есть ли он в продаже. Пока не вижу. И уже не продаётся. Не может быть... А, нет, есть, 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 есть. Вот он. От Наоми Кэмбелл. Посмотрите. Возьму 8,95 цента стоит. Да, это тот парфюм, который не надоедает мне. Во все времена года могу носить этот парфюм. Настолько он классный. Ну вот, наконец-то, этот парфюм в моей коллекции снова. Но расход у него моментальный. Так как всего 15 мл. И за 15 мл стоимость этого парфюма 8,95 цента. Считайте 9 евро, да. Это дорого получается достаточно. Ну, я просто обожаю этот парфюм. Действительно, он на все сезоны года. То есть, вот бывают парфюмы, которые вы пробуете, да. Они в одно время года вам нравятся. А в другое время, возможно, не так сильно. В определенный сезон года подходит. А этот нет. Этот мне в любое время года нравится. Давайте открою и покажу вам. У него еще дизайн классный. Ну, в плане того, что там помпончик висит. Так мило сразу. Даже этот флакон я не разбрызгивала. И тут не открывала ничего. Сразу, как только вытаскиваешь их из коробки, аромат бьет в нос. Потрясающий, конечно, запах. Сразу такая ностальгия. Смотрите, какой милый помпончик здесь. Очень нравится упаковка. И этот парфюм для меня содержание такой нежности и женственности. Обожаю его. Не знаю, пробовал из вас кто-нибудь. Но это мой самый-самый любимый парфюм. Я считаю, что это самый любимый парфюм вообще из всей моей коллекции. Хотя, сейчас у меня другой любимчик тоже появился. От Hugo Boss. Но они совершенно отличаются. Тут более сладковато-свежий, наверное, аромат. Ух, югос, там настоящая сладость. Так что они совершенно разные. Вот это вот действительно, говорю же, нежность, женственность. При этом какая-то неприкосновенная сексуальность. Что-ли, я даже не знаю, как объяснить. Короче, обожаю этот парфюм. Попробуйте, если у вас будет возможность купить и найти где-нибудь. У вас там в магазинах на полочках. Вы сами видели, оставалось всего две упаковки. Разобрали. Я, получается, одну взяла, и кто-то еще успеет взять другую. Я думаю, что на этом буду заканчивать это влоговое видео. Надеюсь, оно было не таким скучным для вас. Спасибо всем за просмотр и увидимся в следующих. Пока-пока. Пока-пока.